Ты нарисуешь небо, я нарисую солнце тебе, и мы с весенним ветром летим навстречу нашей судьбе. Ты нарисуешь небо, я нарисую солнце. Всем еще раз привет! Сегодня я решила записать еще одно видео о своих давних покупках. Пока что я больше не планирую ничего покупать, как я уже сказала в предыдущем видео, что у меня заканчивается средство моей уходовой косметики. Когда это все закончится, я приобрету себе клиник, умывалку и тоник. А также я сейчас нахожусь в поисках тональной основы, так что еще раз повторюсь, если кто-то мне может что-то посоветовать, я буду очень-очень вам благодарна. Вот, а пока что покупочек у меня немного. Вот, значит, что я приобрела? У меня закончились мои влажные салфетки, поэтому я в поисках идеальных салфеток для моего лица. И в этот раз я купила вот такие салфетки от Nivea, Daily Essentials, для всех типов кожи. Там было отдельно для сухой, отдельно для нормальной и было для жирной кожи. Я решила взять для всех типов кожи, так как это были единственные салфетки, у которых был витамин Е и провитамин В5. Также здесь написано, что здесь они без каких-то, как бы я сказать, без запаха, да, абсолютно без алкоголя, без цвета и без масел. Вот, они, правда, абсолютно без запаха, мне они довольно-таки давятся. Здесь написано, что они очищают, тонизируют и питают нашу кожу, смывают макияж и подходят для чувствительных глаз. Вот, ими я протираю лицо после того, как я сняла макияж с глаз, я протираю лицо, оно снимает тональные какие-то средства, которые на моем лице, и после я умываюсь своей пенкой, да, и таким вот спонжиком для бодишопа я вам уже показывала. Пока что я им очень довольна, и мне он нравится. Вот, значит, у меня таких упаковки две, так как когда я пойду что-то покупать, я всегда попадаю на акции, поэтому была акция, что покупаешь одну, вторую получаешь в подарок. Ну, вот здесь 25 салфеточек, и мне хватит их надолго. Также я купила себе еще салфетки, не знаю для чего, просто решила попробовать, они стоят свар. Помните, я вам рассказывала в каком-то своем предыдущем видео, я покупала из Праймарка вот такие вот розовые салфетки, но я говорила, что они мне очень пересушили кожу, и она у меня начала шелушиться. В этот раз я увидела, что у них еще есть белые салфеточки. 4 в 1, так же как и тут, только здесь у меня была глубокая очистка, да, Deep Facial Cleansing Vibes, и здесь просто написано Gentle Cleansing Vibes. И в отличие от розовых, они без запаха, да, и значит они чуть-чуть полегче, чем вот эти. Это уже пустая пачка, нужно ее выкинуть. Ну, проверим, что это значит, хотя я ничего о них особенно не жду, так как они тоже стоят свар, вот эти две пачки я заплатила, но попробую. Также я купила свое любимое и обожаемое средство для душа, кто был в Англии, в Лондоне. Я думаю, это английская фирма, и что она больше нигде не подается. Это фирма Imperial Leather. Это два таких вот геля для душа. Одна из японской серии какая-то, и другая обычная. Бутылочки бывают разных цветов. Форма очень такая хорошая, приятная. Здесь очень приятная працана с таким вот дозатором. Позже я вам покажу, как это все выглядит. Штука действительно очень хорошая, потому что после нее не нужен никакой абсолютно крем. Кожа просто шелковая, пахнет целый день. И здесь написано, что хватает до 40 использований. И это действительно правда, потому что его нужно абсолютно много. Я вам после покажу. Значит, одна у меня здесь написано Shower and Shave. Да, значит, это как здесь еще и как пенка для бритья. Она с маслом кокоса и ванилью. А это из японской серии. Это лимитированная коллекция, между прочим. Очень красивый такой дизайн в пилочке. И она здесь идет с зеленым чаем, рисовым молоком и жасмином. Вот, и она питает нашу кожу, здесь написано. Эти я два еще не использовала. До этого у меня были такого розового цвета. Значит, вам покажу, как его использовать. Выдавить нам нужно абсолютно совсем немножко. Буквально вот столько. Вот, да, я так неудобно выложила. Вы видите. Это вот такая вот прозрачная жидкость. И нужно подождать совсем-совсем немного. Я вот положу на ладошку. Положить совсем-совсем немного. И вот во что это превращается. Видите, сколько пены получилось из такого вот маленького-маленького кусочка. Она очень хорошо пенится. И вот такого маленькой помпочки, такой маленькой дозы хватает, чтобы вымыться от и до. Пахнет она очень-очень вкусно. И как бы всем советую, да. Я знаю, смотрят девушки меня, которые живут в Англии. Так что, если вы еще этого не попробовали, то попробуйте обязательно. Это правда очень-очень хорошая штука. Вот. Что я купила еще? Это я пополнила свою коллекцию лаков. Я купила два лака от Орли. В магазинах я его не нашла, поэтому заказывала с какого-то сайта американского. Шло оно мне где-то неделю, наверное. С Беверли Хиллз мне это пришло. Вот, значит, что я заказала. Первое средство это Nail Amour. Я его увидела в видео Алены Алекс. Она рассказывала об этом лаке. Сейчас он у меня на ногтях. Конечно, вам это будет не видно. И это лак для укрепления наших ногтей. И оно с шелковыми какими-то палочками. И даже на ногтях видно вот такие вот маленькие-маленькие такие вкрапления. Вот. Я его наношу просто так, без ничего. Хотя лучше сверху натреть лак, потому что выглядит он странновато немножко. Вот. Но надеюсь, что он мне поможет, потому что в данный момент, вот видите, ногти я свои постригла, что они у меня все сломались. Не знаю, что с ними случилось. Они у меня стали очень-очень такими слабыми. И что мне очень не нравится. Поэтому надеюсь, что этот лак мне действительно поможет. И так же из Орли я заказала такой вот лак Top to Bottom, потому что я искала себе приличную базу для лака, чтобы он держался дольше. Вот. А здесь сразу два в одном. И база, и сверху покрытие. Вот. Его еще не использовала. Но, надеюсь, я купила его не зря. И дальше я купила два лака от H&M. Один обычный черный лак. Потому что я искала черный лак. Я очень люблю делать с френч, но не с классическим белым, да, ободком, а с черным. Вот. Кажется, я покажу, как я делаю свой маникюр, если вам, конечно, будет интересно. Вот. А так же я купила себе такой вот розовенький из детской коллекции Hello Kitty. Этот лак я увидела в видео у Лены. Вот. И она сказала, что это очень хороший лак. Так его расхвалила, что я решила пойти их купить. Еще не пробовала, но сегодня собираюсь им накрасить, и потом расскажу вам свои впечатления. Вот. Значит, лаков у меня уже стало очень много, и они мне уже никуда не помещаются. Нужно придумать как-нибудь, где их держать. Вот. Так что это были вроде и все мои покупочки. Так что жду ваших комментариев, советов. Спасибо большое за ваше внимание, и всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!